Добрый день, друзья мои, Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья, новая как бы криминальная хроника. На Смоленщине продолжает разрастаться пожар. Пожар. Скандал такой. Вызванный тем, что похищена гуманитарная помощь на 16 миллионов рублей. Уголовное дело об этом хищении гуманитарной помощи. Помощи направленной для раздачи бесплатно малоимущим, нищим, можно сказать, людям. Инвалидам, детям, оставшимся без родителей, сиротам и так далее. Это дело расследуется у нас в Смоленской области следователями Следственного комитета. И взято на контроль председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным. Ситуация в расследовании дела осложняется тем, что из материалов дела следует, что в хищении могут быть, могут участвовать высшие чиновники региона. О губернаторе пока речь не идет. Но высшие чиновники региона. Я их фамилии называются, но фамилии я вам говорить не буду, потому что я строго придерживаюсь презумпции невиновности, которая гласит, что нельзя назвать преступником того, кто не признан таковым, вступившим в законную силу приговором суда. До приговора далеко, судя по всему, потому что дело уголовное то прекращают, то отменяют, постановляя прекращение, снова возбуждают и так далее. То есть идет борьба темных сил, тех сил, которые прикарманили на много-много миллионов рублей гуманитарку с теми, кто хочет вывезти их на чистую воду. Более того, я вам скажу, что в ходе этого расследования всплыл факт о том, что еще один груз гуманитарной помощи на 75 аж миллионов рублей тоже куда-то пропал. Тоже куда-то пропал. Опять же, известны лица, через которых, речь идет о Вяземском районе, там есть фонд такой, показания гуманитарной помощи. Но корни и ветви вырастают оттуда в наш центр областной и в Москву, поскольку не буду дальше распространяться. Посмотрим, посмотрим, а, конечно же, мы обнародуем, почему-то лишь в смоленских средствах массовой информации. Я это ничего не видел, поэтому, может, с опозданием с неким вам об этом рассказываю, друзья. Но, как же называется, подмосковная газета, как подмосковное время или как это называется, она интернет-газета, рассказывает о том, что происходит в разных районах Московской области, вдруг, значит, взяла и опубликовала вот этот материал. Видимо, смоленским средством массовой информации такие публикации не по зубам. Не по зубам, оно и понятно, так сказать, потому что за публикацию может достаться по зубам. Дальше. В Госдуме еще одна инициатива, не знаю, как вам сказать, но, на мой взгляд, сомнительного свойства. Там, значит, было предложено, предложено с высокой трибуны стереть польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Лизанова «Ирония судьбы». Но вы помните, что мы много-много лет, значит, восхищались этим фильмом и не представляли себе Нового года без показа, значит, этого чудесного, великолепного, обаятельного и так далее фильма Эльдара Лизанова «Ирония судьбы» или с легким паром. По-моему, так называется. Зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ольга Занко высказалась об артистке в своем телеграм-канале. Она сказала там, заявила, наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем истереть эту актрису из «Иронии судьбы». Вот что заявила Занко. В доказательство своих слов она там же опубликовала отрывок из фильма Эльдара Лизанова, в котором актрису заменила на Валентину Талызину с помощью технологии «Дипфейк». Ну, то есть, поменяла я все, так сказать. Не спросив ни Эльдара Лизанова, так сказать, ни партнера по фильму. Вот так вот это делается. Занко выразила мнение, что забвение – это худшее, с чем может столкнуться артист. Она заявила, что звезда «Иронии судьбы» сделала свой выбор и оскорбила своих российских фанатов, назвав их проклятыми богом-людьми. Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска посоветовала народной артистке России Лии Хиджаковой уехать из страны после того, как спектакль с участником Хиджаковой сняли с импертуара театра «Современник». Вот это вот, да, действительно, огромная, я думаю, для Хиджаковой обида. Огромная обида. И Брыльская пишет. Лия так держать, родина, такая родина, ее недостойно. Конечно, ей нужно и уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые богом люди, сказала Брыльска. Но Хиджакова, в свою очередь, заявила, что не планирует покидать страну. Друзья мои, число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ну, вот на этот день и час, может быть, уже и больше. Ранено 80 012 человек. Это сообщила турецкая телекомпания CNN Turk. Землетрясение в Турции, как вы помните, произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет. Его магнитуда составила 7,4. Раньше писали 7,7. Тут немножко, значит, уточнили. 7,4. Толчки этого землетрясения ощущались в 16 странах мира. Представьте себе. Среди жертв, к сожалению, я сожалею обо всех, конечно, но, к сожалению, особо есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу минувшую спасатели в городе Хатайе, ну, вчера, под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Землетрясения, происходящие в Турции, вызваны искусственным способом, как считают турецкие конспирологи. Они утверждают, что США и НАТО применили тектоническое оружие. На одном из турецких телеканалов журналисты и ученые, я так думаю, просматривая записи с камер, сделали вывод, что землетрясения, происходящие в Турции, вызваны искусственным способом. Подтверждением тому, по их мнению, является видео, на котором видны необъяснимые вспышки за несколько минут до начала стихийного бедствия. А некоторые, значит, пишут с уверенностью, что после появления боевого судна США в экватории, так сказать, в Турции начались сразу землетрясения. То есть, я так полагаю, что они считают, что на этом судне, возможно, было установлено тектоническое оружие. Ну и пишут, что замедление вращения ядра Земли произошло, и в результате о замедлении ядра Земли. Я не специалист, но все можно придумать, так сказать, все можно придумать в этом мире, как землетрясение вызвать. В Ингушетии правоохранители задержали 22-летнюю жительницу из села Кантышево, выдавшую своего вооруженного ребенка. В отношении этой молодой матери и 57-летней покупательницы ребенка из города Сумжи возбуждены уголовные дела по части 2 ст. 127.1. Торговля людьми или иная сделка в отношении несовершеннолетнего. Это из Уголовного кодекса. По данным следствия, девушка за 100 тысяч рублей продала в городе на зрань своего вооруженного ребенка покупателю. Эту покупательницу под домашний арест направили, а это на нары. Ранее сообщалось, что в Красноярске, например, дали 3,5 года условно суррогатной матери за продажу на вооруженного ребенка. Ну, что такое суррогатная мать, объяснять не надо, все знают. Московская область. Люберецкий городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию двух убийств и покушения на конкурентов в период 2004-2005 годы. Приговор суда был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Шесть присяжных единогласно посчитали, что Фургал виновен и не заслуживает снисхождения. Адвокат Фургала заявил о намерении обжаловать приговор и добиться полного оправдания своего подзащитного. Ну, а трое остальных фигурантов этого дела, тоже подсудимые, обвиняемые, получили от 9,5 до 21 года лишения свободы в колониях строгого режима. Вот хороший случай. Случай не хороший, но случай проявления высших человеческих качеств. Хороший. Житель Новочеркасска в Ростовской области спас двух школьников, провалившихся под лед на реке. Это произошло на реке Грушевке в хуторе Янова-Грушевском Октябрьского района. Эта информация поступила к спасателям в 17 часов 18 минут. Двое школьников гуляли по льду, вышли к мосту, а лед там оказался тонким. Дима, восьмилетний, значит, первый оказался в воде. Товарищ его, десятилетний, Артем попытался его вытащить и сам рухнул под лед. Слава Богу, значит, вблизи были люди, они заметили один из очевидцев. Что-то много людей, а кинулся один. Он вытащил, значит, мальчиков из ледяной воды. Они госпитализированы в детскую больницу с переохлаждением в Новочеркасске. И сейчас чувствуют себя нормально. Я вот что хотел сказать. Почему-то, значит, мальчиков хоть имена приводятся. А этого, ну, все-таки героя, который, если мальчики провалились, то он тоже мог, так сказать, загулять под лед. А может, даже и загулял, об этом, может, просто не сказано. Потому что как можно, стоя на кромке льда, вытащить из воды кого-то? Рухнет вместе с тем, кого вытащиваешь. А о нем, значит, ни фамилии, ни имени, ни отчества, я думаю, что это неправильно. Страна должна знать своих героев. Своих героев должны знать жители Новочеркасска, жители этого Октябрьского района, жители этого хутора Янова-Грушевского и так далее. И мы с вами должны знать, чтобы поаплодировать и сказать, молодец, молодец. А опять же повторяю, всегда находится герой, кидается, а остальные стоят, смотрят. Ну, не будем осуждать, может, там женщина толпа стояла, я не знаю. В общем, было много наблюдателей, а спасал, как всегда, один. Так, друзья мои, на этом моя нынешняя тревожная хроника заканчивается. И я снова и снова не устаю повторять о том, что наш приют КТВ-67 нуждается в вашей доброте и милосердии. И мы молим Бога, когда такое проявление поступает, мы молим Бога за то, чтобы с торицей к вам вернулись, в вашей доброте и милосердии, и позитивно отразились на вашей жизни. Чтобы, может быть, если какие-то болезни были, ушли бесследно. Если что-то с материальными затруднениями, чтобы тоже эти затруднения закончились. И так далее, и тому подобное. Если у вас близкие какие-то болеют, родные, и так далее, тоже, значит, чтобы все нормализовалось. И я знаю, что всегда и всегда бумеранг зла возвращается злом, а бумеранг добра возвращается добром. Причем многократно. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Здоровья всем и мира нам всем по всем мире. Пока.